Шесть конкурсных этапов, более 150 подтянутых и физически крепких участников. Всего в Манеже 15 команд. К слову, в прошлом году показывали свои силы 9. Ребята из Орловского техникума «Путей и сообщений» здесь не впервые, и они уже занимали в этом конкурсе призовые места. И этот раз слабину давать не собираются. Участвую уже четвертый раз на этих соревнованиях. Я выступаю на них, потому что у меня просто получается. Мне нравится, у меня получается. И команда у нас уже тоже выступала, половина, часть, другие какие-то новые люди у нас. Боевой настрой у команды, которая здесь впервые. Это ребята из Орловского технологического техникума. И подготовке конкурса они уделили особое внимание. Мы собираемся почти каждый день. Сильны мы, скорее всего, в физических нагрузках, в нормативах, скорее всего. Ну и в строю. Почему нет? Мы репетировали, мы готовились. Мы не просто на все пришли. Испытания непростые. Им только навыки строевой подготовки демонстрировать нужно было дважды. Второй раз с песней. Но это лишь разминка для участников. Ведь потом они и подтягивались на перекладине, и отжимались, и приседали, и разбирали, собирали знаменитый автомат Калашникова. В армии служить почетно – это ежегодный военно-патриотический конкурс. Он проводится с целью повышения престижа военной службы среди молодежи. Это очень важное мероприятие, потому что молодежь должна быть готова стать в ряды защитников нашей Родины. Мы все знаем, какое сейчас ответственное время, и поэтому все мы от мала до велика должны быть готовы к тому, чтобы защищать нашу Родину, Великую Россию. Стефания Басрева, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.